Приветствую вас, друзья! В кроватке я буду рассказывать вам о своих фишках, мыслях, эмоциях, о том, как я стала топ-лидером компании Reflame, как я это прошла путь. И форматное видео будет называться «Как стать номер один». И на эту идею вдохновила меня вот такая книга, которую я читаю, Игоря Мана. Номер один. Листая главы, изучая, я вспоминаю то, что я делала, как я это делала, с какими сложностями столкнулась. Вместе с вами прочитать эту книгу, рассказать фишки, мысли, цитаты, которые мне понравились, рассказать свою историю о том, как у меня это получалось делать. Вторая часть — это аудит. То есть когда мы поставили свои цели быть номером один в какой-то области индустрии, то, что близко именно вам, то, что вам нравится, вас прёт, да, и вы действительно относитесь к этому с любовью, даже если бы вам не платили за это деньги, это очень важно. То есть вот у вас должен быть кураж. Например, то, как я люблю снимать видеообзоры по продукции, хотя мне компания за это не платит. Да, сейчас начали высылать новинки на обзор, но это даже, это новинки. Я не могу заказать заранее новинки. Я бы с удовольствием заказывала, чтобы показывать вам. То есть это одно из преимуществ как раз-таки официального обозревателя «Арифлейм». То, что мне платят деньги, это, конечно же, работа своей структуры, организация товарооборота. Следующая глава — это аудит. Нам нужно рассмотреть, сделать фотоанализ. Это сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Нужно вот так вот расписать, поделить. Так вот я не буду показывать, да, потому что здесь действительно моя поднагодная. Это то, что внутри меня. Например, свои сильные стороны. Я работала моделью, хороший блогер, хороший аналитик. Я дружу цифрами, делаю сама свой сайт, сама себя. Я лидер проекта «Нет предела совершенства». Я одной из первых начала бизнес онлайн. На протяжении многих лет у меня был самый лучший командный сайт, а потом я перестала им заниматься, и сейчас я восстанавливаю. Я хочу, чтобы он был также самым лучшим командным сайтом в «Арифлейме». Я генератор идей. Какие у меня слабые стороны? Я не буду вам говорить. Возможности. Возможности – это да, это те, как раз кем стать, да, мои цели. И также угрозы. Об этом я также не буду говорить, потому что это слишком лично. Это то, с чем вы должны работать сами с собой. Поэтому проведите анализ. Еще раз – это ваши сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Ну и, конечно же, поделитесь со мной тем, что вы можете рассказать о ваших действиях. Успехов вам! До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!